ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всё, нахуй, это был последний раз, когда я делаю сальто, и я его больше делать не буду, не просить. Да это уже и был последний, чё ты урчишь тут? Здарова! Сегодня мы снова играем в Дарк РП. Ну а после него, по традиции, будет стрим. Ссылка на него будет в описании. Важно вспомнить, понимаете, правила чата голосового. Ну а пока я чекаю правила, посмотрите, ребята, какой розыгрыш сделали на Гамбите. И да, я на нём сегодня играю. Все ссылки и IP будут в описании. Ну, я думаю, не особо я этим голосом кому-то помешаю, да? Проверим. Алё. Алё. Да? Да, издец. Бля! Короче, правила обновили. Суть осталась та же, просто их сделали более понятными с подписями и ссылками на какие-то якобы спорные моменты, которые могли бы возникать на жалобах. Вот. И там всё пояснено в правилах. Поэтому чекайте. Что это, блядь, за плюс? Что это такое? Что мне делать с этим? Окей. Ясно. Я ещё, кстати, не разобрался с этой хуйней, что это вообще такое. Поехать через стены, вижу, что там кто-то бегает вот этими плюсиками. И всё. Сделали вы там, когда человек в наручниках... А, этот магнит, что это, блядь? Точность хищника. Понятно это, блядь, АИМ. Ясно. Я как понял, они тут все на чатах, да, таких легальных бегают? Воровство. Охуевше. Подошёл, шарится у меня по карманам. Пиздец. К стене оба. Оба к стене. Стой, братик, не стой. А-а-а-а. Вот этот провокатор, я всё видел, я этот провоцировал его. Не сажайте его, не сажайте его. Нанеси, не увечивай друг другу. Не трогайте его. Он не бил, бил его. Он защищался, защищался, не трогай его. У нас не трогай его. Не трогай его. Нет, не развязывай. Пожалуйста, не трогай. Не развязывай. Это не я развязываю. Не трогай его, плиз. Не-е-ет. Это мышца первого класса. Помеха задержанию. Не-е-ет. Там, где возле... А есть, как у человека. Что? Какой личик для вас был человек? Ну, я их там трёх арестовал. Нанесение увечий друг другу. Беспорядок, по факту, в общественном месте происходит. Слушай, они бегают, бьют друг друга, подрались, и это хулиганство, по факту. Я сказал, нанесение увечий и дал арест. Не-е-е-е, пожалуйста, да? Не знаю, его давай, правда. А, вот этот флэш. Разбора своих жалоб я не встретил на самом деле, ребята, да? Я чё-то там такого не нашёл. Любую материалку. Алё. Смотри, помнишь, а с тебя чел Дэппл? Чел какой-то странный. Брат, подари какой-то. Ты чё? Я в Сигуре спросил. Можешь его профиль открыть? Он у тебя тоже скрытый, что написано, что... А какой? Я в Сигуре ещё пользователь не образовался. Петух, 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 который... Ммм... Ну, щас гляну. Именно в стиме. Ты спрашивал... Сливка рассказал, что типа, да ничего, ничего нету, насчёт твинка. Аккаунт странный, он час играет, а знает правила и всё такое. А, просил Сигуру проверить, Сигура просто подзабил. Скорее всего, это медийка. Да, этот... Либо какой-то еблан. Скрипач по-любому зашёл опять. Да хуй знает, хуй знает, хуй знает. Но это медийка, скорее всего, потому что... От него... Ммм... Сливка мне ничего не дал, ну, ушёл от ответа. Ебался просто. Вот. Ну, согласись, профиль странный. То есть у него 60 часов, я спросил типа, этот твинка. Но в тром сервере есть, он не ответит. Это очень странно. Поэтому... Ну, я понял уже, кто это. Я думаю, это тоже. Ну, да, но, возможно, нет. По голосу, плюс-минус, непонятно. Слушай, а если это этот скрипка, то чё, мы его гасим или нет? Можно, но он не нарушает. Я вот просто смотрю, он просто бегает, блядь, тупо ж дуба и сидит. Не, ну, подожди, но если он зашёл, давай это... Его откатим ненадолго отсюда, нахуй. Ну, тоже, да. Ну, согласись, то есть ты видел ситуация какая была. Ты просто арестовывал, он к этому улыбался. Ну, он сказал то, что он, типа, может, не слышал сам. И всё, сказал закрыть джебы. У него на другого игрока жалоба уже был. Сука, полюбас. Подожди, если он за одну жалобу две претензии кидает, послушай, это... Если он за одну жалобу несколько претензий кидает, то он, по-любому, опять этот скрипач ебаный. Да хуй знает, я скрипку сам не люблю. Я раньше, по-моему, ну, любил, потом, блядь, на сервак зашёл, опять пиздец был. Да, ребята, вот такие пироги. Конспирация, ребята, была недостаточно хороша, и мы так и не нашли этого ёбаного скрипача. Видать, он втихую, пока нас не было на серваке, набрал материал и свалил. И знаете, есть занятия куда полезнее, чем подавать жалобы направо и налево по поводу и без. По прошлому ролику мы уже знаем, то, что до добра такое не доводит. А чем же тогда заниматься? Ну, например, попробовать что-то новое. Я вот недавно поиграл в Гранд Мобайл. Это бесплатная онлайн игра, в которой ты можешь стать кем угодно. Бандит, полицейский или же бизнесмен решать тебе. Играть в Гранд Мобайл ты можешь где угодно, потому что это мобильная игра. А по моему промокоду ты получишь халявный гелик, 30 тысяч валюты и 7 дней випки. Так что давай, не теряй времени, мы с тобой увидимся на 28-м сервере. Неразлагаемое тело, иди отсюда. Неразлагаемое тело? Да. А что это значит, по-твоему? Да, по-твоему. Так, я же вопрос задал. Иди отсюда, ну что ебаный. Кыш! Взлом. А что? А что ты его... Что вы сказали? Какой-то сука, слишком озлобленный школьник для 800 часов онлайна. Где они столько, сука, времени свободного берут, чтобы играть на DarkRP серверах столько времени? Мне это очень интересно на самом деле. А я вас видел, а я вас видел в окно. Здравствуйте, я шеф полюции. Офицер, точнее. Упал намоченный, да? Вот это вот все. Да, только куда упал, еще не знаю. Если мукой, то лужу получается. Как дела? Или ванну. Немножко обустраиваем квартирку на данный момент. Я могу с вами посидеть, потусить? А тут ухловато не будет. Ну, я не знаю. Спрашивайте. Вы просто представьте, что на мне нету формы, ничего такого. Я просто полиционер. Полюционер. Так будет, верни. Ну ладно, тогда заходите. Можно мне тогда с вами? Нет, я еще захотел. Ну почему? Да ладно, давай тоже впустим. Вы только на балкон не выходите, блин. Это немножечко строить просто. На балкон не ходите. Не выходите. Вы тоже голосуйте за кокосы. Хорошая квартира, стримерская будка, я бы так сказал. Ля, у вас и балкон застекленный. Класс. Блотняк прям, блотняк. Ну, такая прям мелодия. Да. Да, да, да. Я бы в такой бы пасту подавил. А унитаз есть? Бля, мужики, рацию забыл выключить. Вы это представляете? Всего доброго, ребята. Смотри, я пасту подавил. Сейчас он от меня нахуй не отвяжется вообще. Это ты скрипать! У вас есть лицензия наружу? Да, нету, что нету, что нету, что. Смотри, у меня тут гонил, шагаш, арбалет, АВП и дробовик. Ну, ясно, полный набор долбоеба. Можешь дальше не перечислять, а это нарушение правила нон-РП. Потому что нельзя вот так вот провоцировать полицию, говоря о том, что ты каким-то нелегальным занимаешься или же признаваться, что у тебя есть оружие без лицензии. Это все относится к нон-РП. Можно было бы, конечно, списать на то, что это ребенок, который не знает правил, ибо он недавно на серваке, но дети имеют свойство быть тупыми, мерзкими, а также у него около 800 часов на сервере. И, кстати, в данный момент он является наборным стажером. Интеллектом он не обременен. Я если подам жалобу на форум, то ты должен будешь иметь доказательства, а не я. И если у тебя даже есть доказательства, то они посмотрят, что ты должна подбираться. Я видел это зашение. Да, ребят, чтобы разбирать свои жалобы, вам не обязательно здесь покупать какое-то разрешение отдельно, эта функция или же возможность открывается с привилегией донатного создателя. Ты можешь также в РП про фе разбирать эти жалобы, к которым ты имел отношение, но у меня привилегия модератора донатного, и я ее взял как раз-таки именно для ролика, хотя была возможность взять создателя. Но получается, ты нарушил правила? Ты же донатный модер и разбираешь свою жб. Ну, получается так, но давайте, ребята, уже свыкнемся с тем фактом, что если ты снимаешь видео на серваке, то есть некоторый ряд ограничений, которые на тебя немножечко не действуют. Например, разбор свои жалобы. Я вам говорю это не к тому, что вот я могу нарушить хоть миллион правил, и администрация скажет, что я не виноват, напротив, они скажут, что я нарушил. Я получу наказание заслужен. Просто если вдруг понадобится, чтобы я снова зашел на сервер, даже с перманентом, со снятой админкой, я снова это все получу. И разбан, и админку, и сниму ролик по новой. Какой бы он ни был неприятный, он все делает правильно. Он просто получает наказание и идет на форум жаловаться с доказательствами того, что виноват также я. И я как бы могу спокойно получить наказание, да. И в этих роликах я показываю то, что есть челики, которые имеют донатные привилегии. Когда они, нарушая правила, их тэпают, говорят о нарушении, они начинают отказываться выдавать себе наказание. И тем самым они увеличивают срок бана с 10, 20, 30 минут до нескольких дней, вплоть до снятия. Хотя можно было бы спокойно просто отсидеть десятку, за это время накатать жалобу на форум, и челик бы, который нарушил бы в теории даже не я, а другой какой-нибудь админ, получил бы тоже наказание. Это, кстати, подмечали уже не один раз мои зрители, поэтому вот о чем мои видео по ДРКРП, а не о том, какой я охуенно крутой и всегда везде правый. Можете открыть дверь, тут вызов? Ну вы откройте дверь, я удостоверение покажу. То есть убивать меня было приятно, а когда в тебя встречаться неприятно. Сдвините, я не открою, я не знаю кто. На вашу квартиру вызов пришел, мы просто хотим узнать, что случилось. Я понимаю, но вызов может быть спокойно фейковый. Это может быть фейковый вызов. Нет, это не фейковый. Вам сложно открыть дверь, что ли? Вот человек вызвал, вы там обоснованы. А в общем, давай его убьем нахуй, да и все. Да, застрелим его нахуй четвертую, давай. Мы просто живем в таком государстве. Окей, тогда давайте, он без комендантского часа не хочет открыть, просто ворвемся и расстреляем его нахуй. Нам можно так сделать. Пойдемте выпрашивать КЧ. Не хотел по-хорошему, будет по-плохому. Молись, чтоб тебя молния не ударила. Пойдем, ребят, пойдем. КЧ будем запрашивать. Ух ты, блядь. А что это? Ахуеть. Что творится? Ого. Очень рпшно, да, ребята. С помощью легального чита из доната увидеть, кто где стоит и всех попереубивать с катаной через дверь, даже не выходя оттуда. Окей, хорошо. Это не ВХ, не узаконенные читы. Это глаза хищника. Называйте эту хуйню, как хотите. Но как-то странновато пользоваться ею вот в таком вот виде. Да, он увидел там, кто-то стоит за дверью, он увидел, сколько человек стоит за дверью, но он не знал, кто конкретно и кто кем работает. Но ведь он же узнал, кто это говорил. А как он узнал? Ну вот справа, вось чат, когда включается, там имя видно и цвет рамочки. Поздравляю, у вас вместе с ним выходит нон-рп. Вы не рп путем узнали имя человека, который говорил вам что-то через дверь. Но ведь на полицейском тоже так себя нельзя вести. Конечно, нельзя, не спорю. За это меня нужно было увольнять, а не убивать катаной с помощью глаз-хищника через дверь, да? И тут как раз-таки имеет место быть увольнение за некомпетентность и неадекватное поведение. И тогда бы у меня не было ни единой претензии. Охуеть! Но он же не видел, кто это говорит. Да? Не видел. Хорошо я его спровоцировал. Сработало, блядь. Чтобы он сам что-то начал делать. Ещё через стену и нон-рп. Ну давайте спякнем. Я надеюсь, у него не будут вопросы, за что я его посадил, блядь. А, так он с помощью чета убил. Понял. Привет. По какой причине ты убил двоих госсотрудников? Потому что чел подходит к моим дверям, говорит, а я вас сейчас ебашить буду. Ну что-то типа такого. Ну, кстати, ты подошёл и кричал. Давай, сейчас мы этот комендантский час активируем и убьём тебя нахуй, расстреляем. И я расследил эту футброзу. Это было чистейшее. Но всё же никаких действий не было. Все стояли возле этого дома. Да, и мне кричат, и мы тебя убьём, расстреляем. Вот так мне кричат. И что, это адекватно? Ну, вообще-то, вообще-то, можно было вызвать полицию. Ну, полиция, мне полиция кричит, мы тебя расстреляем. А с чего ты взял, что это полиция была? Ну, мы же сейчас в НОНРП, правильно? Вот по НОНРП мы обсуждаем. Значит, что я видел, что это полиция. Тогда я не знал. По каким? Вот сейчас мы в НОНРП. Я тебе сейчас говорю в данный момент. Ну, ты как узнал, что это полиция была тогда? Потому что ты, по-моему, сам ко мне подбежал говорить. Говоришь, это полиция, открывайте. А потом говоришь, ну ладно, мы сейчас возьмём ордер, комендантский час у мэра попросим и расстреляем тебя нахуй. Ну, то есть, это твои же слова. А другого, другого зачем ты убил? Я просто видел, что там... А, другой, который спецназовец, он начал буквально стрелять по мне. А как ты узнал, что это спецназовец? По глазам этого хищника. Ну, не совсем катит как определение, а у тебя будет НОНРП. Почему обоснули? Ну, ты через стену по каким-то глазам хищника узнал, что человек за дверью, это точно полицейский. По правилам сервера это разрешено. Что разрешено? По правилам сервера это разрешено. Использовать глаза хищника. Я знаю, что там за этими дверями мы не сидим, человек. Я об этом знаю. Потому что есть глаза хищника. Ну, естественно, ты знаешь, с тобой говорят за дверью. Но кто конкретно, ты не знаешь. Но ты мне сейчас объяснил сам, как ты это понял. Вот это объяснение не считается РПшным. У тебя бан, получается, 20 минут за НОНРП. Подожди, я слышал больше одного голоса. Голос ещё Челика. И, ну, выводы сами собой напрашиваются. Нет. Выводы, да. Глаза хищника у него, блять. Ебать объяснение. Глаза хищника у меня, ребята. Глаза хищника. Сука, пиздец просто. Ну, это клиника, блять. Затем я ещё немножечко побегал за полицейского и поменял профессию на оружейника. Открыл небольшую лавку в ТЦ и почитал в правилах одно интересное определение. А именно, магазин, который был куплен и застроен в торговом центре, продолжает быть общественным местом при условии того, что у него не застроены окна так, чтобы было видно, что происходит внутри комнаты. А значит, любой человек, который делает что-то криминальное или же околокриминальное в этом ТЦ, а также в вашем магазине, может быть потенциально нарушителем правила НОНРП. Даже если вам кто-то просто сломает окно, это можно расценивать как нападение на магазин и криминальное действие, а следовательно и НОНРП. Это общественное место, которое никак нельзя сделать не общественным. Двери у меня заперты, то есть их двигать, трогать, открывать, закрывать нельзя. Вот как она открыта, так она и остается. Видите? Окна не застроены, то есть отсюда, в теории, отсюда будет видно, что тут что-то происходит. К тому же, это все подкреплено правилами, что в ТЦ целиком и полностью действует общественное место. Вот. Здравствуйте, я хотел бы приобрести аргумент для разговора, для диалога. Как раз таки с теми, кто приобрел моего дедушку в 1980 году. А какой нужен? Любой. Главное, чтобы это было аргументом в диалоге. Потому что иначе меня не послушают. Посмотрите на меня. Револьвер могу вам предложить. Поштучно, за 6 тысяч. Ой, револьвер. А у вас есть что-то наподобие рыбовик, какой-нибудь, чтобы уж наверняка послушали? Там просто американские терки, все дела. А я еще и родился. Я просто, к сожалению, в деда пошел. Я постою, да, посмотрю, послушаю. Редословно все нормально было с цветом. Да, какое именно вам нужно? А есть чем-3? Супер 90. Для самообороны. Для отрабления. И есть, получается, Икса. Нет, давайте первый. Это за отрабавшись в коробку. 23 тысячи за. То, чтобы не терпеть тех, кто покупает твоих дедушек в Америке. Правда, я не в Америке сейчас. Но в целом, я думаю, долетит пуль. А пойдем на кулаках. А что мне на кулаках? Я же купил аргумент. Я могу тебя-то тоже. Пока я застраивал свой магазин, в ТЦ пришли два дотстра на профессиях паркуристов и начали творить какую-то хуйню. Один меня пытался ограбить, другой закидывал гранатами. И первый же к нему потом присоединился. Но, ребят, не получилось мне никак насолить, и они решили сделать по-другому. Забежать в магазин, поломать стекла и вообще просто напасть на меня, когда я начал оборонять магазин. Ну, какие-то ебанутые, не иначе. Чуете, чем пахнет, да? Старым, добрым, нон-рп. Лицом к стене. Лицом к стене. Раз. Лицом к стене. У меня нож нахуй. О, не, так нельзя делать нахуй, ты дурак. У меня нож, блядь. Что ты делаешь? У меня на самозащита, меня пиздили. Блядь, граната. Слушай, ну я же нормально просил, ну в чем проблема, просто нет. Миниган, ездят, миниган. Мне миниган нужен, миниган. Братан. Это был мой дурак. Ты, выйди, выйди. Ну что ты стоишь? Брат, помогите, пожалуйста, если неадекваты кидают гранаты. Продавец. Вот этот продавец кидают гранаты. Нон-рп, говорю, нарушил. Что я нарушил? Нет. А поясни, где и когда. В оружейном магазине я просто так стекло выбил. Ты свою жалобу разбираешь, ты гений. Так нельзя делать, если что. Когда у человека уже нету или же заканчиваются аргументы, то он высирает в час что-то подобное. У тебя разбор свои жалобы, но ничего по факту вашей претензии он вам не отвечает. Я, сука, может, что-то не так понимаю, или же в правилах где-то написано мелким шрифтом, что если администратор разбирает ситуацию, в которой он принимает участие, то нарушение, которое он разбирает, не считается нарушением или что. На этот вопрос вам никогда никто в жизни в Дарк РП не ответит. Просто потому, что ответить нечего, если они реально нарушили. Есть что-то ответить только в случае у тебя войсмод или же разбор своей жалобы. Понятно, у тебя выходит 30 минут, всего доброго. Паркурист. Чё ж он может делать? Может охранять частную Аниру. Запрещено пользоваться оружием для самозащиты или в случае нападения на вас. Ого. Нонорпэ. Я вот тебя хотел тэпнуть. А ты только... Это ты только что забанил его, да? Слушай, в общем, ты за паркуриста же, да, гранату кинул? Да, слушай меня. Смотри, ты сейчас забанил человека, который зашел к тебе домой и сломал все стекло. Нонорпэ, верно? Ну, и... Верно, да? Ну, и что дальше? Хорошо, у меня это вот хватило. Для чего? Подожди секунду. Ну, блин, жалоба на фор, наверное, что для чего? Угу. А ты достал оружие за паркуриста, да? Потому что меня начали нападать. На тебя не нападал никто. Ты достал гранату, которая у тебя запрещена за паркуриста. Ну, любое, как бы, оружие. Хорошо, ты будешь забанен за админа буст на 6 часов. Угу. Нонорпэ тогда себе выдай. То есть другу он ничего не сделал, да? А, они ливнули. Боже, какие обосранные. Просто пиздец. Да мне как-то и не сложно особо. Просто два ливнувших хуй соса, да? Вот так вот и работает Блад в Дарк РП. Вы с другом вместе нарушаете правила, а у тебя есть админка, и ты не замечаешь его нарушений и попросту их игнорируешь. Не выдав ему наказание за это нарушение, он также нарушает правила админа Буза. Вообще, я не планирую уделять много времени этим двум незаконно рожденным детям шлюх, и поэтому просто выдадим им наказание с помощью другого администратора, потому что модерам я не могу выдавать настолько большие сроки. А сроки там достаточно хорошие. Три дня, четыре часа. Вот такие пироги. Ну вот так вот наигрался хуй сос. А всего-то, понимаете, ребята, кинул гранату. Вот с чего, блядь, все началось? Да ебаная мелочь, за которой можно было отсидеть условные 20, там 30, да даже 10 минут, понимаете? А в итоге у него идет бан три дня, четыре часа. Ну я вам сейчас поясню по поводу каждого нарушения. Нон РП, он достал гранату просто так в общественном месте, у него не было резонной причины для этого, и плюс по правилам он этого делать не может. 30.3 это вмешательство в работу, потому что я попросил его выдать себе наказание, но он решил этого не делать. И сначала выдать наказание мне, а потом ливнуть сервера. По факту шли разборки, потому что я говорил ему про его нарушение, но он решил почему-то на это забить хуй. Вот в заблуждение, потому что когда он сам пришел и говорил, что вот якобы на него напали, и поэтому он достал гранату в общественном месте, это на самом деле была неправда, на него никто не нападал. Я всего лишь оборонялся от человека, который напал на мой магазин, и он этим человеком не был. А из админабуза нарушено сразу три пункта. И первый, это самый первый пункт, запрещено злоупотреблять данные привилегии. Второй пункт, это 20. Он запрещает игнорировать нарушения других игроков. И тридцать восьмой, который запрещает игнорировать требования администратора выдать себе наказание. Вот он полный набор донатного хуесоса на DarkRP. Пиздец. Джи Би Эй Нэсти Ей Ем нижнее, подчеркивание 0. Один пятьсот двадцать один миллион шестьсот семьдесят миллион нижнее. Все. Спасибо. Спасибо. А то я не могу банить, у меня 30 минут только. Готово, готово. Минус хуело, еще одно. Друга он решил прикрыться, его хуесоса, такого же, как он. Ну, бывает, бывает, да? Алло, продолжай драку, че ты уходишь? Нихуя себе. Там мальчик в стене стоит, ну давай, пожалуйста. Все, тихо. Давай, продолжаем, продолжаем. Ушел, 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 ушел. Ушел раз, ушел два. Дал шокерам по телу, чтобы тот продолжил драку. Че ты уходишь, продолжаем драку. DarkRP во всей красе, сука. Оперии. КОНЕЦ. КОНЕЦ. КОНЕЦ.